Морозное утро, старорусские забавы, а также любовь к звездам. Все это объединило в первый день весны всех собравшихся в обсерватории Казанского федерального университета на прощание зимой, а также празднование Масленицы. Вообще такая атмосфера здесь, вот смотрите, вчера какая погода была, и завтра погода плохая ожидается по прогнозу, а сегодня смотрите какой день. Это не просто так, это как раз говорит о том, что наша обсерватория астрономическая, звезды и солнце способствуют тому, чтобы здесь у нас люди Казанского университета, сотрудники и Масленицу отмечали. Уже четвертый год подряд, по традиции, 1 марта в обсерваторию приезжают преподаватели КФУ со своими семьями, а также студенты. Помимо блинов и гуляний, на праздники было заготовлено много забав. С комарохи развлекали гостей выступлениями, танцами, играми и проведением лотереи, специальным призом которой стал поход в планетарий. Ежегодные мероприятия. Год от года мы стараемся как-то модернизировать это мероприятие. Вот сейчас у нас прикупили костюмы, как видите, у нас народ уже ряженый выступает, все эти организаторы. Здесь проводили лотерею. Ну, конкурс блинов это у нас традиционно. Как рассказали организаторы, с каждым годом число желающих отправиться на праздник увеличивается. В этом году Масленица собрала более двух сотен человек. За всегда-то и праздника подготовили концертные номера, а самые креативные даже сделали инсталляции из блинов на тему Масленицы на Руси. Ну, в принципе, языческий праздник, он как бы не совсем языческий, он корнями, конечно, в язычестве. Но на самом-то деле мы ведь не проводим непосредственно языческий обряд. У нас просто мероприятие в стиле Масленица. Конечно же, без блинов Масленица обойтись не могла. Всего, по словам организаторов, они напрекли более тысячи блинов. Угощение оказалось настолько вкусным, что гости съели их в первые минуты гуляний. Неотъемлемой частью Масленицы, как и блины, стало сожжение соломенного чучела. Таким образом, на Древней Руси прощались с зимой и встречали весну. И вот и сегодня, здесь, в обсерватории Казанского федерального университета, хочется попрощаться с зимой и, наконец-то, встретить весну. Со словами «Ну, весна, жги!» Обряд сжигания чучела в Масленице – это кульминация праздника. Действие происходит в последний день Масленичной недели, чтобы проститься с зимой. По древним поверьям, чем ярче горит чучело, тем краше будет весна. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс.